Масленица совсем не то, чем кажется. Блины совсем не изображают солнце, а полыхающие костры имеют скрытый мрачный смысл. Так что такое на самом деле Масленица? До 1492 года на Руси был совсем другой календарь, а Новый год праздновали 1 марта. Собственно, Масленица и была празднованием того самого Нового года. Проблема была в том, что это был совсем не православный Новый год, а самый настоящий языческий праздник. Царю Ивану Третьему сильно не нравилась эта языческая вольница. Иван Третий, как и его внук Иван Грозный, тоже был Иваном Васильевичем и характером обладал не намного лучшим. Например, он специально убил послов татарского хана, чтобы начать войну за избавление от Дани Золотой Орде. Он же уничтожил Новгородскую Республику, а колокол Народного Веча увез в Москву. Он же перестроил Кремль на итальянский манер, наняв мастеров, строивших замок Сфорца. Тех самых Сфорца, что были владельцами самой древней дошедшей до нас колоды Таро. Итак, Иван Третий и так ненавидел Масленицу, что повелел перенести Новый год на 1 сентября, как это было в Византии, колыбели православия. Впрочем, справиться с Масленицей это не помогло, так как, по сути, это была попытка отменить похороны. Даже в современной, сильно искаженной интерпретации, Масленицу называют проводами зимы, а изначально это были проводы в последний путь. Буквально, чучело зимы изначально проносили в гробу, а потом уже публично сжигали. Более того, в самом формате праздника остались элементы тризны, то есть языческого славянского поминального пира. Именно поэтому на Масленицу практиковались кулачные бои стенка на стенку, как состязания богатырей на тризме. К этому же относились скачки на тройках и катания на санях. Блины, которые пекут на Масленицу, также указывают на поминки. Как писал всемирно известный фольклорист Владимир Проб, в древности блины были традиционным угощением на похоронах. И к солнцу это не имело никакого отношения. Сжигание Масленицы – явные отголоски языческих обрядов, в котором сжигалось ежегодно умирающее и воскресающее божество. Подобные обряды сохранились и у других славян. Например, в Хорватии сжигают чучело принца Фашника. Чучело сначала судят, потом вешают, а потом уже сжигают. Еще одна мрачная традиция – сжечь костры на Масленицу. Называлось это греть покойников. Суть традиции была в том, чтобы согревшись предки передали земле, в которой они лежат, плодородие. К сожалению, на данный момент невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, какому языческому богу был посвящен праздник изначально. Однако сохранившиеся поговорки позволяют предположить, что речь идет про Велеса. Велес отвечал за всех животных и за плодородие, но и был проводником в царство мертвых и покровительствовал магии. Поэтому он как помогал, так и мог навредить. Предположительно, он был оборотнем и мог превращаться в медведя, что может объяснить и частое использование медведя на масленичных гуляниях.